Я занимаюсь абсолютно всем тем, что требуется людям, которые приехали из города, которые просто под бомбежкой. Им надо помощь психологическая, успокоить, обнять и позвать медиков, потому что у бабушек бывает давление. Перенести детей. Сегодня мы несли 5 детей от одной женщины, которая приехала сама. Мы готовим еду, чай, стелим. Мы делаем абсолютно все, что можно приставить. До войны вы ким працювали? Хорошо. До войны вы ким працювали? Потому что так пафосно до войны. Я и сейчас працюю. Я керевник ЛИСКО автоцентру Хонда Хьюндай. Иван Бойко. Працював и працюю. И война ненадолго. Поэтому таки до войны. Да ты сказала. Почему решились? Потому что увидели накануне, как бомбардировка была Харькова, насколько люди пострадали. Причем вакуумными бомбами, которые считаются запретными. Бомбардировка того же Киева. И у нас испепелили Васильевку. Стояли наши военные. Они защищали, естественно, наш областной город. И за счет этого Васильевка очень пострадала, потому что провелись там вот эти бои. То есть страшно. Очень страшно. Засыпали в слезах. Ну и я до сих пор не могу поверить, что это действительно реально происходит. Планы уезжать за границу. И пока мы хотим возвращаться однозначно. Мы не собираемся жить за границей. Мы хотим, мы любим свою страну. Честно говоря, я переосмыслила очень много. Я когда увидела, как наши военные отчаянно защищают, какие они молодцы, какие они профессионалы. Добусы там не отправлялись на почерк. Да, да, да. Преоритеты маленькие дяди. Значит, когда мы завантаживаем всю массу, которая у нас есть критичная группа, еще остаются места, мы даем загальные оповещения по вокзалу. И тогда приходят все, кому нужно. Я из Карькова ехала туда вчера. Дедушка каким-то чудом вывез нас из дома из нашего под выбухи, под выстрелы. И мы просто чудом залетали уже просто на ходу в автобус. Это было все ужасно страшно. Ну, танк видели, проезжал. Мы не знаем, какой сын старший снимал. С 9-го, это прямо на 9-м живем. Мы без света сидели того суток. Ходила в соседние дома, заряжала телефон. Только вышла, там, где я прошла, уже там взрывы просто были. Просто были тренинги. Без команды никто никуда не садится. Если вы будете устраивать этот разброд, вы будете задерживать время посадки и усложнять наш жизнь. Возможно, я не знаю, если будет при этом максимально сложная ситуация, то готов к какому-то более решительным и опасным действием. Пока, если есть возможность в таком стиле помогать людям, то я помогаю. Если надо будет стоять на блокпостах, и я уже пойму, что все, то значит так будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok